I have ways of blowing things up куда можно так наверное в смысле остаться в нижнюю авенту да верхний нам делать нечего мы там уже все проехали ладно все проехали неплохие виды все-таки сюда открываются ну-ка шею мы свернуть себе можем интересно наверное мне интересно наспавнили тут еще ребят новых или нет наверное сокол это забрать надо и возьму перемещалку соколом то особо не походишь уже не побегаешь не поищешь и так понимаю поэтому нужно напрямую сразу валить отсюда храпит тебе еще не говорили что тебе не рады в этом городе кто ты а то я не рад тебе как-то получается а тут враждебные отпустить погодите а сфигали там враждебные это что угодно может быть лиса или бродячая собака да например а кто вы такие что за зомбаки там еще одно я видел я мы а мария письмо о поручении отдалилы мария возьми возьми хейзер и кей сегодня ночью отправьтесь в карнаку там вам предстоит предоставит крышу над головой и укроет от любопытных глаз ищите наших друзей из даунвола когда придет время нанесите удар в следующем случае успеха будешь вознаграждена кроме того я нарисую твой портрет на эти твоя императрица дарила это я двоих только что грохнул одну хэшотом вторую зарубил да чуть такой где 3 все но их было трое до тело труп тело труп труп а это же не я их убил не ну то есть я конечно мог я такое практикую но сейчас это же не я их убил ведьма труп ну на всякий случай мне кажется что я на этой станции с людьми разбирался по человечески если я правильно помню это же там где черный рынок да да это вот вон туда черный рынок я тут их душил травил и всякое такое они должны были быть живы то есть это ведьма всех людей мы все должны были поубивать а зачем я это взял не передвижение надо я я же тут это все лутал уже да я не просто не особо хочу с дедком на на это на плечах куда-то идти сильно далеко ну да да все все нормально встретили меня а ты не предупредила между прочим хотя ладно ты могла не знать верю верю в это верю как мы не знаю пощупай посмотрел он поправится я думала это невозможно с удовольствием послушаю как все прошло когда вернемся на корабль давай валим отсюда так 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 убита врагов 24 всего убита 24 обнаружила тел 15 минуточку ребят я может что-то не понимаю или где здесь я старался не убивать людей во второй локи я старался не убивать людей в особняке я убивал людей да согласен извините горло немножко садится так вот сфигали такая высокая смертность то есть максимальная практически смертность когда из трех ну было три локации нижней вот этот вот квартал средний квартал и верхний квартал в нижнем квартале я же специально даже перезагружался чтобы людей не убивать а чтобы их усыплять и всякое такое там у меня солдаты все были задушены и усы и усыплены то есть я их специально оттаскивал таскал всякое такое во второй во второй локи я там зарубил два или три человека большую часть из них я удушил и усыпил откуда так блин не ну его нафиг с этим разбираться это это нелогично ладно хорошо практически все нашел блин один чертеж два чертежа где-то упустил ой блин вот это не очень красиво одну картину даже успел упустить красиво красиво при том что я по моему заглядывал во все дыры так руны все подобрал алтарь нашел амулеты фиг с ними я знаю что в особняке было два амулета где мы картину то пропустите насчет чертежей на счет чертежей наверно самое обидное ну да слога народа подтвердили убили предварительности на теле один раз но это понятно что рассыпался в крыса значит будет еще грабеж на черном рынке взорвали стену было такое ограбление венте вы ограбили билетную кассу да было такое продолжить пожалуйста я не понимаю кто перепутал кнопки обычно продолжить стоит с края начать заново по серединке а только что чуть не нужно начать заново было бы не забавно так просыпаемся просыпаемся для настоящих прав это мы считали да 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 это же книжка вот этого музыканта она у нас продолжает лежать мы никуда не убираем почему-то нравится корова перечитывать эту книжку может перед сном и читает так понятно где мы снова бездна но она кажется другой понятно где мы да я могу тебя сюда вытянуть не удивляйся чужой давным-давно отметим я заставила тебя бежать из твоей любимой башни и обратила твою эмили в камень бедняжка ну ну но в детстве мы с милой джессамины были близки и у нас была у императора колдуена было еще одно дитя рожденная в позоре кухаркина дочь что она делает и возможно главный вопрос как не главный вопрос как значит ты тоже так умеешь делать просто ты слишком туп чтобы это сделать да я же сказал когда ты растешь возможно через год ты это в прошлом году говорил джессамина младше меня но она уже при дворе джессамина она это сложно объяснить однажды ты поймешь что я такого сделала я буду хороших трянулся через год обещаю последнюю фразу просто не перевели короче переводчик такой а ну мне не столько платят чтоб я это переводил наверное так ну-ка днем мы с джессамины играли в башне а ночью я возвращалась в комнаты слух к тараканам и жидкой кашей а то есть ты есть у тех кухарки да папа император говорил что если я буду хорошо себя вести то на следующий год вырасту и стану принцессой а однажды джессамина разбила какую-то дорогущую безделушку и глава тайной службы заступил нас она свалила вину на меня он отвел меня в беседку и выбрал мою мать уволили и в ту ночь мы оказались на улице без крыши на голову это не я в таком случае кто? мы просто играли эти джессамины ваша версия событий это она удалила в лед она разбила ну от чего ждать от испуганной девочки в принципе мы и так знаем что джессамина была не лучшего характера и она была сама по себе по жизни трусиха и свалить вину на кого-то другого вполне достойный поступок для императрицы пусть даже маленькой девочки мы с матерью жили в самых жутких кварталах и в конце концов оказались в друговой яме джессамина быстро умерла от удара клинком а моя мать мучилась много недель когда жирный охранник сломал ей челюсть когда мать умерла они меня выбросили я посмотрела на дни башни и поклялась отомстить я стирала простыни в бардель а в свободное время рисовала потом антон соколов взял меня скажем в чем без я была хитрая еще до того как меня отметил чужой я пережила множество опасностей нет в очередь твоя мать больна ей нужна помощь сдохла твоя мать пока ты шлялась все девочка кранты что? нет мы тут мертвяков не держим так что уже выкинули ее прочь и тебе здесь больше делать нечего угу что из этого правда а что плод больного воображения долина ну ты же понимаешь что она не может быть просто злой ахахаха то есть скорее всего как раз вся вот эта вот история кто рассказал я склонен верить в том что это правда я увидел что сделали с антоном соколовым мне захотелось причинить боль всем кто помогал до лилии герцогу сирконоса сирконоса сирконос кто победил чуму а теперь он едва может говорить его руки рисовавшие портреты величайших людей трясутся так что едва могут держать ложку но когда он заговорит то назовет мне имя которое позволит мне еще на шаг подобраться к герцогу и к самой долине мне нужно имя знаете ребят то что я вам уже в принципе говорил до этого одну секундочку меня тут не назвали так вот то что я вам уже говорил до этого основная проблема этой игры но я могу так мало Джасамина Далила стала сильнее это я виновата в злобе Далилы это все ее рук дело и за это она умрет наш выбор меняет мир я чувствую что скоро верю в Англии давай вали отсюда так спасибо мне следовало сказать тебе это лично но это не просто спасибо за возвращение Антона чтобы я сделал если бы он не бродил тут по кораблю бормочай поглаживает свою сальную бороду я хотел найти его сама но когда узнала через что пришлось пройти тебе немало впечатлилось вот тебе в общем бутылка из капитанских запасов мне дал аристократ желавший срочно покинуть Карнаку теперь когда Антон снова с нами она тебе понадобится он ведь храпит так что переборки трясутся Меган или Меган нет ладно шучу Меган тут то я ударение не испорчу так дневничок давайте заполним оценочки за четверть Далила в бездне ну это по сути все то же самое что с нами произошло поэтому уж извините это я читать не буду я не против почитать тексты я не против почитать истории но то что и так у нас уже было визуализировано я не вижу смысла читать поэтому что у нас по умениям у нас один рун на одну руну особо не разгуляешься можно конечно хп себе добавить а у нас тоже все не по одной руне стоит спасибо в принципе а вот цена одной руны реакция летящие снаряды отражать да ну как то нафиг проворство прыгайте выше и получайте доступ к различным улучшениям для проворства стремительный рывок рывок ускорения вы получаете меньше урона при падении знаете вот эта вот штука проворство стремительный рывок это все имеет смысл если не не брать магию если отказаться от магии темного в самом начале то вот эти все навыки имеют смысл а так что у нас тут создание амулетов создавайте уникальные амулеты колдовское ремесло снижает шанс сквернения при создании амулетов с трех или четырьмя с трех или четырьмя а ну это прокачивать собственные амулеты тоже не знаю смертельная тень а ты кто так 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 не заметившие вас враги после смерти обращаются в прах но это для полно стелсового прохождения вот я как-то очень сильно разочаровался в этом после прошлого задания когда вроде стараешься сделать по нормальному тихонечко а те говорят нет и прошел максимально кроваво ну блин ребят ну это же ну это просто подло так делать ну вот собственно в этом на мой взгляд заключаются минусы игры во-первых то что она так сильно тебя то есть они тебе говорят вот тебе выбор можешь сделать так но потом каждый раз наказывают тебя за твой же выбор это на мой взгляд неправильное отношение к игре если вы даете игроку выбор пожалуйста поддержите его выбор и с той и с другой стороны дайте бонус и с той и с другой стороны вот я же прохожу так не потому что я не умею стелсово потому что я не хочу стелсову потому что ну это не мой стиль игры проходить ползать блин на карачках перезагружаться по десять раз для того что бы задушить одного охранника но одного как с новые Вот, в общем, ну это сложная тема, во-вторых, то, что я уже начинал говорить, о, сокол проснулся, толковый паренек, вторая, вот одна из самых, ну, как бы тут несколько больших проблем в этой игре, я не говорю, что игра плохая, я говорю, что в игре есть проблемы, вот, и одна из этих проблем, это, как я уже упоминал, наказание игрока за не стелсовое прохождение, кстати, зажигательный, да, вот, вторая проблема этой игры, это ее история персонажей, то есть, я знаю, что очень многие, даже из моих знакомых, оценивают эту игру как шедевр и всякое такое, но шедевр в каком смысле? Шедевр, это когда ты наслаждаешься геймплеем раз, когда ты наслаждаешься историей два, и когда ты наслаждаешься общей атмосферой три, с атмосфера здесь круто, я это не спорю, вот, вообще, атмосфера здесь подобрана очень классно. Сюжет, сюжета здесь просто как такового нету, потому что, ну, я не вижу логики, Джессамина была фиговой императрицей, ее дочка фиговая императрица, то, что с ними случилось, абсолютно закономерно. Корва абсолютнейше отвратительно выполняет свою работу, то, что случилось с императрицей, абсолютно закономерно. Кому я здесь должен сочувствовать? То есть, кто... Человека своего возраста Соколов выздоравливает куда быстрее, чем можно было ожидать. Да-да-да, он там это... Здорово, что вы с нами, и спасибо, что помогли Антону. Не только Соколов пошел на поправку, совсем скоро я тоже смогу уйти. У меня столько дел. Впрочем, если герцог останется у власти, все мои усилия будут напрасны. Да, ты права. Поверьте, про герцога я не забываю и делаю все возможное. Властители Карнаки, разумеется, не идеальны. Когда с герцогом и с остальными мятежниками будет покончено, те, кто останется, могли бы многое здесь изменить. Подумайте об этом. Когда встретите подручных герцога, тех, что остались. Возможно, но иногда твою судьбу определяют твои друзья. Вот. То есть, явно же он возле себя будет ставить таких людей. Вот он же Джиндаша поставил. Он же явно будет ставить вокруг себя единомышленников. И я не понимаю, каким образом, если я пощажу его окружение, что-то потом изменится. Они же потом будут опять... А, ладно. Письмо Люси Пастор. Ладно. Уважаемый доктор Гепатия, вы безумно меня обрадовали этой новостью. Народ Карнаки отчаянно нуждается в таком человеке, как вы. Понимаю, что вы теперь не можете принимать пациентов в Адермерии, и что возвращаться туда вам небезопасно. Я что-нибудь придумаю, мы найдем безопасное место для вашего проживания и бесплатного приема, согласно вашим пожеланиям. Я обращусь ко всем через комитет шахтерских семей и через друзей в газете «Серебряный шип». С возвращением Люси Пастор. Люси явно рада в виде здесь доктора. Так, мне интересует вот это. Тут нет ничего такого? Нету, хорошо. Пойдем тогда с Соколом поговорим, что ли? Я никаких второстепенных заданий тут не заметил. А, защитник короны проснулся. Плохо спали? Угу. Возможно, вы слишком привыкли к пуховым перинам. Да ты что! К пуховым перинам, блин. Далила Копперспун или Колдуй. Да, именно О-На. Меня интересует... Меня интересует... Там у нас было, кстати, путешествие на Пандусию. Если появилась пятая часть где-то, я бы почитал, наверное. Я был бы не против. То есть мы с вами четыре части читали. Обычно они где-то здесь появляются. Вторая. Третья. Ну и ладно. Нет, так нет. Соколов-то вернулся оттуда. Значит, все как-то закончилось. О, спасибо. Это я заберу. Кружинные мины. Кстати, они бесполезны. Ну не, может они против пехоты нормально? Ну против пехоты применять взрывчатку. Если их не три человека, то я не знаю. Вот, кстати, на Пандусию один. Вон, как мы на балконе тогда трех человек Грена рванули. Вот это было довольно неплохо. Так, давай я с тобой сначала по триндю. Сядем на коня. У вас было три дня на отдых. Скажите мне, как убить Далилу? Они пытали его. Он весь в синяках. Да, закрой хлебалок. Далилу на троне. Эмили в ее руках. Антон, когда-то давно вы подначивали и провоцировали нас. Мне надо, чтобы вы стали прежним. Орва, она права. Ты весь в синяках? Я вижу. Я могу заставить электричество течь из одного конца комнаты в другой. Но Далила за пределами моего понимания. Отправляясь на Сирконус, я надеялся забыть о прошлом. Но когда начались убийства, я понял, что не смогу остаться в стороне. К тому времени, когда мы с Меган выяснили, что в убийствах замешан герцог было уже поздно. Королевский убийца пришел за мной. Они оставили меня в живых ради моих знаний. И я кое-что видел. К Джиндешу часто приходила Бриана Эшвард. Читали про нее. И от нее записки видели. Эшвард столь же одержима оккультными науками, как и Далила. И сейчас она работает над неким устройством под названием АРА. Вы оба ее совсем не знаете. Эшвард помогает Далиле. А значит, ее следует уничтожить. Кто знает, на что способно это устройство? И что задумала сама Эшвард? Ты бы чернявенькая помолчала, наверное, а? Так, задача, наверное, обсудить планы с союзниками. Давайте я у доктора спрошу, что она знает про Эшвард. Лекарств мало. Возможно, мне придется вернуться на сушу за экстрактом бычьей печени и семенами чертополоха. На случай, если мы больше не встретимся, спасибо вам за все. Пожалуйста, наговорите, со мной не хочешь. Ладно, я тебя понял. Обсудите с союзниками. Давай обсудим. Разбудите меня, когда карнака вспыхнет. Прекрасная выйдет картина. Когда решите отправиться в кунсткамеру, приходите к шлюпке. Ну ты и у шлюпка, конечно. Ладно, пойдемте. Обсудите с союзниками. Или, минуточку, это было выполнено, обсудите с союзниками. Ну-ка, журнал. А, встретись. Да, да, да. Это было уже, значит, выполненное задание. Все, пойдемте. Вечерняя карнака. Хорошо. Валим тогда. Поговорим с этой Эшвард? Или не поговорим? Уж как получится. Мы возьмем шлюпку. Не хочу без нужды подводить падший дом к берегу. Да мы всегда на шлюпке. В садах Ирии, рядом с кунсткамерой, есть небольшой док. Я могу доставить вас туда. Ну, путь. Не тринди, поехали. Как будто мы всегда до этого отправлялись на корабля, а теперь такая стея оправдывается. Ну, давайте возьмем шлюпку, но я не хочу рисковать кораблем. Мы никогда кораблем не рискуем, между прочим. Ой, блин. Это... Угу. Угу. Ладно, я вас понял. У входа в кунсткамеру будут гвардейцы. Внутри что угодно. Прошло угодно уже понял. Эшвард будет дружбу с очень разношерстной компанией. И ее друзья могут оказаться весьма опасными. Давайте без роботов. Ведьмы, солдаты, бандиты. Хотелось бы узнать, как вы познакомились с Эшвард. Не сомневаюсь. Поверьте, Эшвард очень важна для Далилы. Тем более, она до Грофа. Это подходит нас к другому вопросу. Вы могли бы вывести Эшвард из игры с помощью аббатства обывателей? Судя по всему, наместник наблюдает за Эшвард из тайного форпоста рядом с королевской кунсткамерой. Загляните сперва туда, вдруг что найдете. И помните, если Эшвард все еще служит Далиле, она очень опасна. Она в любом случае очень опасна. Ладно, Меган. До встречи. Э, Меган, у меня к тебе вопрос. Если я сильно пожму тебе руку при встрече, если тебе посыпется золото? Однорукий ты, бандит, блин, чтоб тебя. Так, о, водичка. Значит, мы можем нарыть на нее что-то. Синяя ляма бря... Это, короче, эти... Эти, ребята, нормальные. Так, кто они? Культисты. Культисты, да. Сады кильи. Отлично. Где я мог два чертежа пропустить? Ну, я понимаю, что прошлое задание было огромнейшим. Но где я мог два чертежа пропустить? Ладно. Что у нас? Руна 80. Руна далеко, руна далеко. Ну, все, что больше стая пока не рассматриваю. В 80, значит, туда можно как-то что-то где-то. А, блин, у меня аж прям после прошлой серии пропало желание хоть кого-то по стелсу валить, потому что... Согласен. Газетка. Серебряный шип не дворец красит короля. Опа. Да, хорошо. Читайте эту статью на свой страх и риск, друзья мои, ибо истина опасная штука. Любой прирожденный вельможа, а порой и рядовой гражданин может оказаться в высокой башне с зателевым титулом перед именем. Мы считаем, что они сделаны из другой материи, но на деле они вытесаны из той же породы, что и мы с теми же глупыми стрижками и мелкими обидами. А, страхами, мелкими, страхами, стрижками и обидами. Что заслужило Джессамина Колдуин? Наше уважение или нож? Был ли бывший герцог Теоданис Абелли таким славным правителем, как рассказывает? Все зависит от точки зрения. Ты краснодеревщик и торгуешь мебелью? Или ты лесоруб, продающий бревна по завышенной цене? А может ты местный правоохранитель? Ты облагаешь налогом и лесозаготовки и торговлю мебелью. Посмотрим на Эмили Колдуин или на ее печально известного отца защитника короны Корва Аттана. Как при них развивалась империя? Хорошо или плохо? А теперь Далила, художница и по слухам оккультистка. Что принесет ее власть тебе и мне, людям с улицы? Никто из этих злезняков, живущих во дворцах, понятия не имеет о том, что такое пыльный квартал. Даже Корва Аттана, который здесь родился, узнает ли он теперь свою родину? А родина узнает ли его? Пусть здоров. Можно. Разрешаю. Нечего так нечего, уговорил. Какие вы добродушные, ну, от портового люда я другого и не ожидал. Не только мувер, ничего страшного. Уже дышать не желают или еще что. А у всех нервы на взводе. Чего надо? Отвали. Заклинило все-таки. А я говорил, что надо сначала прогреть. Так что он сам дурак. Но я и с конца дежурства. Дождешь что? Блин, где бы тебя придушить-то? Давай здесь. Да? Здесь тебя никто не заметит? Ну, вылазь, вылазь уже. Может, как-то можно самому вылезти? Я не помню. Он так, чтобы он сознание потерял. Ладно. И в пять. Все, поспи, дружище. Сюда можно... Да, сюда можно зайти. Хэдшот? Да! Красиво! Ха-ха-ха! Еще так в замедленном. Еще ой-ой-ой-ой. Вот сразу. Проклятие. Это же за его баллону дают кучу денег. От меня не уйдешь! Зачем я... Оно вернись! Стенатели. Ну, стенатели я не вижу смысла. То есть солдаты служивые... Это я еще могу, наверное... Где-то хоть как-то так. Руны здесь. Я могу хоть как-то где-то понять. Почему солдатов? Прошу, прошу! Вы слышали? Нужно пощадить. Кто-то ограбил один из наших магазинов. Да, прикинь, я вообще попробую сунуться сюда. Вообще без понятия, кто это был. Добро пожаловать! Да, вот так, так, хорошо. Новые беды обитателей пыльного квартала. Обстановка в квартале Батиста стремительно ухудшается. Почему не Бориста? Ну ладно. Еще недавно этот район процветал под несыпным оком владельца рудников Арамиса Стилтона. Блин, чуть ли не Сталлоне. Но всенародный любимец исчез три года назад при подозрительных обстоятельствах и с тех пор этот район страдает от усилившегося загрязнения воздуха и бандитизма. Представитель гвардии Сирконоса признал, что гвардия была вынуждена покинуть эту территорию. Тут слишком опасно. Прокомментировал он криминальную обстановку в пыльном квартале. Смотрители и проклятые стенатели воюют за власть каждый день. Каждый день перестрелки, убийства, пытки и тому подобное. В конце концов, мы просто решили удалиться. Пусть они сами разбираются, сидя за световыми стенами, сказал он. В ее магазине вы в безопасности. Осмотритесь, не спешите. Мое почтение. Один мой знакомый сидит в конторе напротив кунсткамеры. Если пойдете туда, загляните к нему, ладно? Без проблем. Я бы сам зашел, но все улицы перекрыты. Я заплачу вам за труды. Без проблем, чувак. Я подумаю. Нашли что-нибудь? Заходите, прошу вас. Так, доступны чертежи. Найдено чертежи. Открываю кульку в решении. Так, стена и щеболк. Магнитная пуля. Ненадолго отключает часовых солдат. Вот что у меня есть, чтобы улучшить снаряжение. Так, тап, да? Тап. Вот это вот магнитная пуля. Конечно, хочу. Прекрасный выбор. Это вообще не обсуждается. Я как раз думаю, чем бы бороться с этими солдатами. Ты у нас что? Точно, уменьшает разлет и стабилизирует прицел. Скорость перезарядки, кстати, тоже хорошая вещь. Что у нас с Патингом? 2000. Давай я руну у тебя куплю, чтобы наверняка. Припасы то такое, они еще найдутся. Это я тоже не хочу брать. Это... Кот сейфа. Это я куплю. Да? Полагаю, подарочная упаковка не нужна. Нет, нет, нет. Спасибо, спасибо. Я без подарочной упаковки. Будете довольны покупкой. Полагаю, подарочную упаковку не нужна. Пара чертежей у меня найдется. Это мои чертежи, Лошара. Блин, это я их добываю. Ты что, пару чертежей у него найдется. Я буду снова открыть свою галерею. Так. Улучшенные линзы. Оптику, давайте. Да, я качну еще в прошлый раз хотел это сделать. У меня хоть зум немножечко появится. Не то, чтобы я им прям пользовался. Скрещенные клинки. Преимущество при клинче. Мне оно нафиг не надо. На грены я больше ничего не нашел, потому что я пропустил два чертежа, скорее всего. Поэтому... Один заряд оглушающий мин. Дальность пружинных мин. Радиус поражения. Да ну как-то, ну блин. Они... Они бесполезные. Ну не то, чтобы полностью. Да, давайте болт наносящий больше урона, чтобы я ваншотил болтами. Это я не против. Жалящий. В подвальных магазинах появляются болты, которые жалят врагов, усталяя их бежать из боя. Да, но мне такое не надо. Стянающий. Тоже оно мне, в принципе, как-то... Перезарядку. Как вариант, я пистолетом пользуюсь много, особенно против роботов. Я не знаю, будут они здесь или нет. Так, что у нас там еще было? Максимум болтов, вот. Вот это я хочу, наверное. И вот это я тоже хочу. Наверное, буду запасы прокачивать. Плюс 5 и плюс 5. Но потому что у меня всего мало с собой. И вот это я тоже возьму. Я остаюсь с 257. Я хочу сюда накопить, так что, наверное, на этом все. Тоже все. Спасибо. Если он мне сказал, что даст денег, это было бы круто. А как тебе тут проникнуть, чувак? Значит, как-то можно. Стоп. Ха. Знаете, что? Где у нас там было? Вы поняли, да? Стенатель. Разрубатель. Если я туда проплыву, вы так не хотите сказать? Ну, давайте попробуем. А я не проплыву. А как мне тогда туда попасть? Как-то с другой стороны. О, здравствуй. Хм. Людей хватают прямо на улице. Что им надо? Тысячу раз я говорил, что я не обязан проверять жернова. Иногда кажется, что у нас не цена. В магаз как-то можно попасть, там есть веревка, и там есть чтобы в себя прийти. То есть... А, вон, кстати, этот черный маркет. Есть хочется уже. Пора раскошелиться на пирог с рыбой. Тебе показалось. Тут никого нету. Так. Мы получили, кстати, у нас две руны. На что мы там копили? Ладно. Потом чуть гляну. Я не хочу сейчас слишком отвлекаться. Тут у нас знакомый торговца. Отлично. Нам надо туда сходить. А там у нас двое, да? Что у меня с усыпляющими? У меня три усыпляющих болта. Говорю, что солдаты, конечно, да, солдаты, они бывают и тварями, и всякое такое. Но, понимаете, им приказали... Они делают. А вот эти вот ребята, они как бы, если что, по собственной воле. Да, с этим не подходят. Пойдем, чувак. Потом пойду напьюсь, как следует. Правильно, правильно, надо. Убивать свою нервную систему, напиваться. Пойдем, поговорим. Вот этот уголок нам с тобой подойдет, чтобы поговорить? Я их буду выцеплять потихонечку. Ну, у меня три болта. Надо где-то достать этих засыпательных болтов усыпляющих. А, оставить тело носителя. Да, есть же кнопка. Чего я жду до конца? Ладно, ребят, сказали бы мне в комментах, что я трачу ваше время. Буду их потихонечку выцеплять, уводить сюда. Я смогу так утащить? Манну сэкономлю. Хорошо, офицеров устранили. Поспи здесь. Ф5. Это на самом деле идеальный способ устранения. Я... Где ты там? Что? Проклятие. Ничего? Тебе показалось? Тебе показалось, чувак, все нормально. Все, спи. После сна в такой позе у тебя будет потом шея болеть. Ну, как бы, мне на это пофиг. Это ты в караулке сидел, что ли, да? Так. Ф5. Ну, блин, ты бы... Ты бы отошел, что ли. Ну, че ты как этот... Что угодно отдал бы за бутылку грушовой козеродки. Я тебе... Фига, но вниз-то открывается. Надеюсь, мой перевод утверден. Все нормально. Твой перевод утвердят, чувак. Когда проснешься. Так, Ф5. Где тут еще были? Я слышал, они разговаривают. О-о-о, здравствуйте. Как по мне, пусть ходят в б... Где еще? Вон туда можно проникнуть, вижу. О! Блин, жру бутылки. Ай, заперто. Жру бутылки, это не очень хорошо. Не надо жрать бутылки. Так, ну, эти пусть живут, конечно. Давайте вот так. Я сейчас вон туда загляну. Может быть, даже в комнатку повыше. Так. Вот я, че ты зрением не сканешь? Не знаю, че я зрением не сканью. Фига себе! Горожанка? Блин, я убил все-таки мирного. Ну, твою за ногу. Ну, я же нажимал control. А-а-а. Не, ну, я понимаю, что если к тебе в дом вламывается, ты будешь орать на помощь. Только бы тут все логично. Но я же нажимал control, чтобы придушить игра. Ну, серьезно. Почему ты так не работаешь? Я сейчас тупо граблю людей, если что. Ну, то есть, я просто вломился кому-то в дом и граблю. Эликсиры забираю. Эм, минуточку. Пять, пять. Да, пять. В этой хате ничего не было? Вроде ничего. Блин. Очень неловко получилось. Я не хотел, чтоб так было. Ну, загружать уже не буду, но... Блин. Прям аж неприятненько. Это все, что ли? Я для этого сюда шел? Так, хорошо. Сведения Лиама. Нам туда, кстати, тоже, да, надо? А я могу? Могу. А-а-а-а-а-а-а! Эти братья меньшие. это они это солдаты что я думаю это братство этих серьезно не дайте ему убежать приляг отдохни почему труп ребят такой не скромный вопрос я в него стреляю усыпляющим болтом почему труп игра можешь куда сходить вот я тебя все равно до свидания я тебя убил не убил труп хорошо ладно я на самом деле специально не лечился посмотрим где меня сейчас загрузит ну блин это тупо то есть я стреляю чувака оглушающим этим усыпляющим болтом и он труп ну сфигали он труп то ну тут каким образом куда мне сейчас загрузит она нормально еще б да фига ты глазастый так минуточку да тут у нас был чувак все вы не будете спускаться а чё тут охранял блин я так и думал что тут на улице есть еще один человек ну чуть такой нет нет и все и ладно а он тут был без сознание а это я вот сюда их носил а вот тут у меня стоял человек фигасе я конечно да да в смысле нет давайте 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 чем мы с вами то сделаем ты говорю что в смысле стелса ну блин очень обидно некоторые моменты сделаны чуть-чуть высоты не хватает ну что ж ты бесишь меня то так так вон эти ребята давайте в пяточку этот пассать идет сколько у вас тут 1 2 порядке наверное да все идеально просто все узбогойся фух бесите ребят ну вот сейчас на всю блоку на всю локу получается я убил одного стражника да ну того внизу которого я не ждал хорошо раздел 21 периодическое обслуживание замерять скорость ветра ветряк будет работать только при достаточно сильном ветре внимание слишком сильный ветер может привести к перегрузке систем безопасности при приложении световая стена убедитесь что механизм свободен от мусора смазывайте смазывайте механизмы по графику смотрите раздел 30 удаляйте гнезда животных и паразитов например птиц крыс или трупных ос при аварии отсоединяем отсоедините ветряк с помощью рычага находящегося на ремонтном на ремонтной платформе после отсоединения ветряк осмотрите деревянные лопасти на предмет трещин или ослабление креплений натирайте деревянные лопасти в воском по расписанию смотри раздел 30 в приводе а приводы лопасти другие части подлежат периодическое замене как описано в разделе 10 раздела 10 мы уже не увидим ну ладно тачилло а ты кто такой творится у тебя нет шанса нету нету вставай а и кто здесь не заставляй меня за тобой носиться я не знаю кто ты ладно я только что хотел тебя хэдшотнуть но я тебя пока задушу смотритель ну убивать в таком состоянии человек не очень хорошо ладно смотритель окберн я вернусь через несколько дней продолжайте собирать все дни о деятельности брианы эшвард невзирая на странное письмо которое получили от сестер ордена из кулера вряд ли они обратились бы к нам без полной уверенности но у меня нет сомнений в своей правоте касательно эшвард внутренний голос подсказывает мне что она опасна и все же сейчас мой приоритет стенателе конфликт с пауло может подорвать наше влияние на карна в карнаке на многие годы ваш брат в запретах наместник верховым смотрите ли он бирн лично тебе бирн писал серьезно а вот это интересное кино так орден оракулов разделился этой неделе представительница сестер ордена оракулов в сирконосе навела неожиданный нанесла неожиданный визит в большой дворец и доставила сообщение стоявшая под сомнение ставишь ставящий е блин под сомнение предыдущую позицию ордена касательно легитимности нашей новой императрицы далилой колдуин по видимо внутри этой тайной тайной организации имеет место существенное разногласие этот визит и большой в большой дворец не означает полного поворота в отношениях но все же стал поводом для следующих заявлений герцога луки абеля мне стыдно слышать что сестры ордена оракулов склоняются к поддержке нашей любимой императрицы мне а отрадно стыж что сегодня с моей речью мне отрадно слышать что сестры склоняются к поддержке нашей императрицы далилой колдуин недавний отважный поступок это попытка восстановить справедливое правление в империи и я призываю орден оракулов и все еще упорствующее аббатство немедленно признать императрицу далилу принятию мудрость и власть мы благодарны сестрам за эту весть и объявляем этот день праздничным тем временем наместник лиом бирн от имени аббатство обыватели призвал к содержанию к сдержанности и сообщил что последние события ордена оракулов еще подлежат толкованию и обсуждению то есть по сути вы сами не знаете что творится хорошо хорошо так значит я все позабираю если ты не против у меня пистолет под подушкой пистолет под подушкой блин такой такой клише но не то чтобы клише но но вы поняли о чем я так ванны слушать от неплохая такая это опочивальня буди мне тебе в ухо кстати код от сейфа так и не посмотрел код от какого сейфа купил и так карта королевская кунсткамера у них есть подробная карта спасибо мне это пригодится у них тут своя короче это сдалил и замуты такие чё ничем хлебушек то я съем у тебя зачем тебе хлебушек у меня очень большие шансы что когда я уйду из этой квартиры ты вообще мертвым будешь так что зачем тебе хлебушек тебе хлебушек не надо так Бриан Эшвард куратор королевской кунсткамеры по-моему Эшвард как-то связан с оккультистами из Карнаки происходит нечто чего я никак не могу понять смотрите ли лицо аборт но наши сестры из ордена оракулов не менее важны буду говорить прямо с ними происходит что-то чрезвычайно странное характер их предсказаний неуловимо меняется кроме того я вижу незначительное но неприятное отклонение традиции впрочем стоит не упомянуть о чем-то подобном на публике мои соперники тут же обвинят меня в ересе да 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 что это Эшвард проникла в орден оракулов наместник бирн считает что Эшвард лезет в дела ордена оракулов если это действительно так это еще одна причина для ее устранения так дуглас харвикл историк об ордене оракулов немало сказано о слепых сестрах ордена оракулов на самом деле глаза видят не хуже моих или ваших просто они стараются не смотреть на веселье и легкомысли если обстоятельства вынудят их они могут появиться среди нас с богато украшенными повязками на глазах таким образом они всегда готовы видеть ясно они принимают решение на закрытых собраниях и хотя посторонних туда не пускают мне описали процесс и разрешили рассказать о нем помещение густо окутывают так а это не это мы не читали случайно ну-ка густо окутывает ладно благословляют запретами имение 30 сестер нашего ордена рассаживаются по кругу показал не заполнится она мне сообщает вопрос заранее чтобы не было времени подготовить ответ да мы это читали ребят ну как бы еще сколько серии 4 назад или что такое ну можете дочитать если хотите уж пардоньте я не буду потому что мне кажется что это уже было так 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 чувак что мне с тобой делать а чем не с тобой делать что тут у тебя еще есть интересненького бутылку у тебя есть интересненькая наместник слушай ты отличная цель для кидания стаканов ну-ка бутылку все вытерпит нормально нормально так это мы заведем о тут я стаканчики для виски вообще ты довольно неплохо живешь так хорошо здесь у нас засор неплохо так ловушечка то сработала фига себе дверь в пыль вообще разнесло знаешь что чувак я не хочу тебя оставлять в живых смотри какая у тебя нагрузка на поясницу была на позвоночник ты прикинь от чего я тебя только что освободил если бы ты вот так вот полежал бы еще часика 3-4 ты бы ног вообще не чувствовал смотри какое давление я тебя только что освободил так что спасибо скажи хорошо давайте ребятки на вот этой тогда ноте то мы и закончим потому что у нас и хронометраж подходит и тут еще этот домик надо дообследовать и творятся дела очень интересные еще нужно зайти к знакомому торговца я все-таки хочу зайти я так понимаю что вот эти световые ворота работают у нас именно от ветряка а не от ворваний и питание уходит куда-то вниз так что надо будет обязательно сходить и разобраться отключить у нас есть чем заняться но всем этим мы займемся ребятушки в следующей серии пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда тэпп 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 Субтитры подогнал «Симон»